Детский оздоровительный лагерь Акуневские зори в советском районе откроет свои двери для сотни школьников на следующей неделе. Взрослые готовятся, придуманы интересные развлекательные программы, наведен порядок в корпусах. Еще один немаловажный момент – безопасность отработали во время пожарно-тактических учений. Мой коллега Максим Красный стал очевидцем. Согласно легенде учений, в одном из помещений корпуса для персонала произошло возгорание. Информация об этом оперативно была доведена до руководителя добровольной пожарной дружины лагеря, в которой состоят три сотрудника учреждения. Запустив автоматическую систему оповещения о пожаре, дружинники незамедлительно начали предпринимать все необходимые действия согласно инструкции. Наша первая задача была сообщить в пожарную часть, сообщить руководству, ну и соответственно дать команду пожарной дружине стянуть рукава и тушить пожар до приезда пожарной части. Дружинники сработали слаженно и оперативно. При помощи мотопомпы они с улицы через окно организовали подачу воды в горящее помещение. Тем временем администрация лагеря провела перекличку условно эвакуированных людей и выяснилось, что один человек отсутствует и возможно находится в пострадавшем от пожара корпусе. Ну а внутри корпуса вам нельзя? Ну нет, там произошло задымление, поэтому ждем скорую и пожарный отряд. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия уже через несколько минут. Так, две команды пожарных обследуют. Одна команда одну сторону, вторая команда вторую сторону. И они начали с той стороны и дошли до кухни. А пострадавшие у нас находятся в следующей комнате. Но у пожарных кончился в баллонах воздух и они были вынуждены идти на свежий воздух, менять баллоны или новую команду сюда сейчас отправят. Ждем. Пострадавшие здесь. Минуту спустя условный пострадавший был обнаружен. Тем временем поступила вводная о переходе огня на чердачное помещение и кровлю, куда незамедлительно были направлены огнеборцы. Другие подразделения готовились проливать соседние корпуса и кромку леса, дабы не допустить распространения пожара по территории лагеря. Ну а условно эвакуированные дети и персонал лагеря уже грузились в автобусы за пределами опасной зоны. Эвакуация является у нас одним из основных моментов при возникновении происшествий данных объектов. Вот сейчас мы произвели замер времени, который необходим для эвакуации детей. Получается, что у нас приехал автобус на место через 47 минут. Но ситуация на территории лагеря, согласно легенде учений, продолжала усугубляться. На этот раз поступила вводная о природном лесном пожаре, который приближается к Окуневским зорям. Для ликвидации опасности и в целях бесперебойной подачи необходимого объема воды, специальные пожарные рукава большого диаметра были протянуты непосредственно до близлежащего озера. Были установлены три автомобиля на естественный водоем и организована подача для защиты лагеря непосредственно от природного пожара. Со всеми задачами личный штаб справился. Сейчас будем проводить практическую проверку работы стволов. После этого будут разобраны учения. Администрация объекта будет направлена на предложение, которое необходимо будет посмотреть еще детально. Самая главная задача – это сохранить детей, коллектив, которые здесь будут работать и заниматься детским отдыхом. Добавим, что вместе с профессионалами-спасателями на территории лагеря провели полевые учения и сотрудники добровольной пожарной охраны Советского района, а также молодежь, которая готовится вступить в ряды дружины. Максим Красный, Александр Охромович, Телеканал Первый Советский. Максим Красный, Александр Охромович, Телеканал Первый Советский. Максим Красный, Александр Охромович, Телеканал Первый Советский.